В июне Международный день защиты детей. А вы никогда не задумывались, от чего, от кого защиты? Ну, наверное, не только от насилия, бездольности, эксплуатации, растлений. Просто детство беззащитно по определению. Защита не его дело. Правда, порой детство превращается в сплошную защиту от мира, который ребенок держит вполне уверенно. Но ценой, к сожалению, убитого детства. Детство может быть незащищенным даже тогда, когда у тебя лучшие игрушки. Исполняются все твои желания. И вроде бы весь мир покорно описывает свои орбиты вокруг тебя. Однако ты не защищен от внутреннего одиночества, от своих тревог и волнений, от кошек, которые незаметно пробегают между папой и мамой. Но ты-то это чувствуешь. Никакая самая надежная охрана не оградит тебя от этого. Ну, а сам ты пока не умеешь. И единственная защита – это человек рядом, взявший ответственность за тебя. Человек, которого ты любишь и которому безоговорочно доверяешь. Не он тебя приручил и теперь расплачивает за это свою ответственность. Вовсе нет. Ты его. Оказав ему грандиозное доверие, которое он оправдывает в твоих глазах своей ответственностью. Но иногда даже и без этой ответственности. Хотя именно ей, укорененный в самом факте его существования рядом в твоей жизни, защищает тебя. Увы, среди взрослых все меньше и меньше носителей такой ответственности. Взрослые в мире начала 21 века сами удручающие, беззащитные. Они ищут защиту от собственных проблем, своих детских воспоминаний, привычек, стереотипов. Пытаются доигрывать в игры, в которые когда-то не доиграли. Подчас по-взрослому жестко и даже жестоко. Тогда как найти ее, эту защиту, они могут лишь в одном. В ответственности за тех, кто их приручил. И, невзирая ни на что, продолжают доверять им, любить им и очень часто жалеть их. Принятие этой ответственности для многих взрослых, собственно, единственный шанс, наконец, состояться по-человечески в качестве личности. И в итоге, наконец, перестать защищаться от мира и защищать от него своих детей. И, сделав его таким миром, в котором попросту не пристанет, прекрасно есть такое выражение из народного педагогического оборота, не пристанет то, от чего надо защищаться. И в мире, в этом, останется только одно. Естественное, логичное и, в общем-то, безальтернативное. Жить хотя бы для своего детей, а стало быть и для себя. Ну, понятно, что позиция взрослого и сам способ представления образа взрослости современным детям является, в данном, по-моему, решающим. Когда-то совсем недавно во взрослости для ребенка пряталась тайна. А во взрослении огромнейшая интрига. Вся взрослость 21 века, она, знаете, на показ. Не только благодаря телевидению и интернету, вовсе нет. Взрослые чрезвычайно щедры на откровениях в своих повседневных бытовых экспрессиях, порой выдавая нечто очень похожее на детское. Они импульсивны, они капризны, они обидчивы, они не всегда чувствительны к действительно зыбкой в современном мире грани игры и в самом деле личности. Они склонны к перекладанию труда индивидуального сознания на какое-то коллективное бессознательное. И оправдание своего поведения существованием, увы, худших образцов. Они предпочитают мифы, знания, отличаясь от детей, разве что болезнь болезненной серьезностью. Хотя ее нетрудно узнать, эту серьезность, в игре дошколят в школу. Поверьте, точнее вспомните себя. Взрослеть без тайны, без интриги очень трудно. И тем не менее дети как-то взрослеют, примеряя меняющуюся взрослость на себя. И через себя же оценивая ее на прочность. Но о результатах этой примерки мы пока почти ничего не знаем. Тут уже интрига для нас самих, для взрослых. Взрослые ведь, даже если мы его полностью отстраним от организации детских игр, если мы будем говорить об игре, все равно останется их главным героем. Я имею в виду здесь не только вот такую классическую сюжетно-ролевую игру, там скажем, игру по взрослым сюжетам и с принятием взрослых ролей. Ведь взрослые это не набор пополномочий, недоступных ребенку. Взрослые это прежде всего чудо. Доктор притягивает не белым халатом или стетоскопом, как символическими атрибутами своей власти, больными, а тем, что может спасти жизнь даже без этих атрибутов. Тут он герой, а он просто быть при атрибутах – это роль. Вспоминается здесь Сальвадор Дали, который свойственной ему манере, сказал «Геройство – род моих занятий». Из героических черт и черточек дети конструируют образы взрослости, образы своего грядущего в так называемых режиссерских играх, в том, что наши западные коллеги, детские психологи, называют паракосмами, вымышленными мирами. Это могут быть города, страны, вселенные, в которых так или иначе ребенком тайно жил каждый, у кого было детство. Там очень мало от взрослого с атрибутами, такими лекальными, штампованными атрибутами взрослости, то есть, собственно, от роли. Взрослые, как правило, не узнают себя в таких играх, и это вправду трудно, не узнают, а потому и не участвуют в них, предлагая детям некие удобные для себя, прежде всего интересные им самим, квази-игровые формы, в которых шаблонные представления о том, что нужно и доступно ребенку, приплетаются с собственной, увы, недоигранностью. Или, говоря научным языком, нереализованными тенденциями. Конечно, если замкнуться на них, на этих квази-игровых формах жизни, то все настойчивая звучащая мысль об игровом апокалипсисе, в общем-то приобретает такой достаточно правдоподобный характер. Но, к счастью, слава Богу, мир детской игры богаче, хотя в нем остается все меньше детского. А главное, остается все меньше взрослого, которому тянется, которому прорастает, растет это детское. К чуду, к чуду, друзья мои, героизму, неповседневности в людях, которых дети встречают повседневно. Взрослость для ребенка – это событие. Событием должно стать и взросление. Но этого не произойдет, если рядом с ребенком не будет живого человека события в лице нас с вами, родителей, педагогов, если не будет героя, который, в числе прочего, еще и защитит. Защитит ребенка и себя самого. А тем самым весь наш мир.